Приветствую вас, если вы только что присоединились к нашей программе и приветствую в нашей студии гостя долгожданного, потому что речь пойдет о юбилейном сезоне в Театре юного зрителя. С огромным удовольствием говорю здравствуйте Артему Агееву, директору пермского ТЮЗа. Артем Юрьевич, надеюсь, что вы нас сейчас заворожите предвкушениями. Давайте напомним, какой сезон по порядку. Сезон у нас начинается 60-й, а в декабре мы отметим 59 лет, а на будущий год, 4 декабря, будем праздновать 60-летие. А как так? Вот интересно, 59 лет только в декабре, а сезон начинается 60-й уже в сентябре. Театр начинает работать годик, когда исполняется? Через год. Вот вы прямо решили по букве вот так вот идти по календарной. Это здорово же, чем больше праздников, тем лучше. Итак, когда открываются двери театра в этом сезоне? Самое главное, наверное, по часов. В этом сезоне мы с радостью будем ждать наших любимых зрителей 15 сентября. Ой, совсем скоро. Да, совсем-совсем скоро. И в этом году мы открываем сезон достаточно рано, потому что предыдущие годы то коронавирус, то ремонт. Да, да, да. То еще что-нибудь нам всегда мешали. В этом году ремонтных работ внутри нашей основной сцены нету. Мы спокойно готовимся, репетируем и новые спектакли, повторяем старые, делаем вводы, готовимся к встрече с нашими зрителями. И для тех, кто еще не увидел афишу, каким спектаклем открываете сезон? Откроемся мы одним из любимых спектаклей наших зрителей. Это «Прибайкальская кадриль». Веселый, с песнями, с квартетом «Каравай». Все как положено. А дальше пойдем уже к премьерам не столь давним. Сыграем и Ромео и Джульетту. Прекрасный спектакль. С радостью ждем и взрослых, и подрастающее поколение на этой постановке. Конечно, хочется обратить внимание на одну из последних наших премьер. Это спектакль «Лес». Мы его уже поработали, поиграли, но к новому сезону мы его чуть-чуть сократили. Добавили немножко динамизма, теперь спектакль идет покороче. Я думаю, что зрителям будет приятнее, потому что немножко обидно было, когда спектакль заканчивался поздно, и зрители убегали только для того, чтобы им нужно успеть... Да, 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 да. Вот. И одна из последних тоже премьер будет ждать вас – это «Каприска», спектакль, который мы к юбилею города нашего любимого, красавца, чудо-город, приготовили. Кроме всего прочего, этим спектаклем, я думаю, если все будет в срок так, как надо, мы откроем и новую нашу сцену. Во всяком случае, мы задумывали его именно для этой сцены. Он в любом случае переедет туда. Места на той сцене будет поменьше, поэтому все, кто хочет посмотреть, спокойно купив билеты, пожалуйста, позаботьтесь об этом заранее. Приходите на нашу основную сцену. Вот, кстати, о новой сцене. Ведь действительно, когда, что, с чем? Сказать сложно. Ну, вернее, так, с точной датой я пока повременю, но в этом году мы должны выйти на эту сцену. Но спектакль, который мы ожидаем в декабре месяце, это «Новая история страны ОС», он должен быть уже там. То есть это будет прям полноценная премьера на новой сцене к дню рождения театра. Так, а там места, значит, там поменьше, чем в основном зале. То есть билеты надо уже как-то сейчас покупать. Да, да. Загадывать желание волшебнику страны ОС. А еще какие премьеры будут в этом сезоне? А я бы вот этими спектаклями, которые мы точно сделаем до Нового года, ограничился бы. Вот перед Новым годом мы выпустим новую историю волшебника страны ОС. Страны ОС, вернее, прошу прощения. Это сразу для понимания, это не вот то, что нам знакомо и любимо всеми, вот эта первая история. Это продолжение. Поэтому лучше дома вечерами прочитать, освежить. Да, 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 чтобы не было неожиданности. То есть это не вот эта самая известная первая книжка. Ой, как вы интересно придумали на самом деле. Это будет продолжение. То есть семейные чтения нашим зрителям сейчас рекомендуем. И еще в октябре месяце, 15 октября, 14 октября, мы покажем еще одну большую премьеру, которую мы с нетерпением ждем, с волнением готовим. Это «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой». О, красиво. По льву Николаевичу Толстову. А кто ставит? Ставит этот спектакль Наталья Индейкина, режиссер из Санкт-Петербурга. Вот. И интересная история получилась. В этом сезоне у нас очень много музыкальных спектаклей. Вы идете по стопам коллег? Нет, нет, нет. Простите этот вопрос. Меня уже про это спрашивали. Но это вот так получилось. Названия, которые в этом году выпускаем, они вот так собрались, что они практически все музыкальные стали. Мы имеем план на перспективу. Там до 26-го года, там, ну, нет таких больше спектаклей музыкальных. Мы это попробовали, мы это поняли, что умеем, можем, и это здорово. И зрителям это нравится, это очень хорошо. Но вот так вот прям такой музыкальной плеяды спектаклей, как получилось в этом году, не будет. Мы все-таки все равно драматический театр. Тем не менее, мы будем ловить момент. Мюзикл «Война и мир»? Да. А, боже, в октябре. Да. Как интересно. Вот теперь надо как-то до октября вот это вот сейчас все любопытство сплошное. Очень интересная сценировка. Наталья сама ее написала по нашему заказу. Она ее ставит. Музыку пишет Владимир Баскин. Вернее, написал уже, мы с ней работаем. Это известный театральный композитор. Поэтому... Все тайны, я думаю, уже не будем раскрывать. Нет, не будем. И да, к сожалению, время эфирное. Коротко, увы. Спасибо огромное, Артем Юрьевич, что пришли к нам. Я ведь ждала этих предвкушений и дождалась. Спасибо. Вам, конечно же, красивого и яркого сезона. Хорошего дня. Спасибо. Вам тоже хорошего дня. Спасибо. Напомню, Артем Айгеев, директор Пермского ТЮЗа, рассказывал, что ждать в первой половине сезона юбилейного 60-го атлитеатра.